Два с половиной века истории в одном издании. Краевед Юрий Каргин представил балаковцам новую книгу, в которой по крупицам собрана информация об Иргизском монастыре, расположенном в селе Криволучье. Узнал, что на Иргизе были старообрядческие монастыри. И когда я был в Москве, учился на факультете журналистики МГУ в течение двух с половиной месяцев, я еще работал в Российской государственной библиотеке в свободное время и искал вот эти материалы о старообрядческих иргизских монастырях. И вот с того времени все это и пошло. История иргизских монастырей захватила Юрия Каргина, и он искал любое упоминание о них в газетах и публикациях. Будучи журналистом, Юрий Юрьевич не раз бывал в Криволучье и рассказывал о нем в своих сюжетах. Худо-бедная еще старообрядческая часть, она более-менее была известна, потому что было очень много публикаций в середине 19 века. А вот когда та часть, когда этот монастырь был преобразован в 1829 году в единоверческий, об этой части вообще никто ничего не знал. Эти документы того времени, начиная с 30-х годов 19 века, хранились в Пугачевском филиале Государственного архива Саратовской области. Эта книга – результат 35 лет работы в архивах и библиотеках. Сам автор называет ее энциклопедией, написанной доступным языком. И она не только сообщает важные сведения о том, какие здания были в монастыре, когда и для чего они были построены, но и рассказывает о повседневной жизни монахов. У нас как-то привыкли, что все, что связано с монастырями, с храмами, оно все идеально. На самом деле, та же самая жизнь, только люди ходили в других костюмах, будем так говорить, в монашеских одеждах, а некоторые были, там же не только монахи жили, но и послушники, и, в общем-то, люди, которые просто там жили в этих монастырях. То есть люди были разные. И, в общем, в какой-то степени, ну, наверное, это и было открытием. То есть это быт монастыря, он такой же, как у всех людей. Ну, просто у них там расписание помолиться побольше, там, ну, это у них уже служба. А так люди попадались разные. Юрий Каргин уверен, именно с Иргийских монастырей началось возрождение старообрячества в России. Поэтому их история важна не только как часть Балаковской летописи. 17 лет назад, после нескольких лет запустения, монастырь в Криволучии передали Саратовской епархии, и он начал возрождаться. Тихое, прекрасное, хорошее, намоленное место. Действительно, те места исторические, древние, где были монастыри или древние храмы, там другой дух, кажется, другой воздух, кажется, другая тишина, не такая суета, как в городе. Богослужение ежедневно, мы совершаем правила монастыря. Сейчас насчитывается около 15 человек-братьей. Здесь все почти так же, как и 200 лет назад, и каждый может приехать и окунуться в историю. Первая книга, первая ласточка, и к тому, чтобы привлечь внимание. Когда мы говорим о туризме каком-то, да, о привлечении внимания к тому или иному региону, то какие-то вехи нужно расставлять. И вот одна из таких вех, я считаю, должны стать наши евгийские монастыри. Начиная с Нижневоскресенского, Криволуческого, ну и дальше туда, до Пугачева, Средненекольский, там Верхний Спас, Преображенский. Возрожденный монастырь уже сейчас привлекает внимание туристов, которые интересуются историей. Раз в неделю, а летом чаще сюда приезжают посетители. Конечно, до десятков человек в день, как в фильме «Непослушник», пока далеко. Но интерес к этой теме есть. И новая книга Юрия Каргина, возможно, поспособствует созданию еще одной точки на туристической карте Балакова.